всем доброе утро мои дорогие добро пожаловать ко мне домой я всем вам очень рада меня зовут ирина я рассказываю о цветах о цветах в интерьере сегодня небольшой вот такой уголок хочу вам показать знаете даже и не знаю что говорить так много претензий к тем людям которые просто снимают красоту зачем мы это делаем сейчас наверное за тем что у нас просто потребность спокойствие гармонии хочется поделиться просто добротой как бы это напыщено не звучало вот так подросли мои платицериумы я не знаю заметно вам или нет я честно говоря их подвесила снова вот сюда на их законное место только недавно потому что я их вот эти дощечки расставляю на подоконниках все-таки солнце еще маловато и поэтому вот так вот вам чисто для картинки сейчас их здесь соорудил вот некоторые подросли вот в доказательство этого вот такая проволочка хочу закрепить ровненько сейчас они немножко так укоренятся получше покрепче будут сидеть в горшочках и тогда все проволочки уберем смотрела видео где рассказывали о содержании платицериумов но не профессионалы обычные такие же домохозяйки как и я так вот они утверждали что платицериумы как все папоротники требуют очень влажного воздуха и опрыскивания постоянных я позволь себе не согласиться мои вырастают без опрыскивания я бы даже сказала опрыскивание для них не очень полезно вот этот восковой налет так называемый вот эти ворсиночки на листве на ваечках не очень хорошо воспринимает постоянную влагу то что касается телансий крепенькие экземпляры вот с такими вот выносливым скажем так листьями извините чувствует себя неплохо и только телансию с ней видно всегда у меня капризничает вот ей как раз показан такой знаете воздух в теплицах в оранжереях где влажно и светло вот в таком вот виде пока еще не умерли но собираемся похоже и даже вот есть один маленький анцидиум у меня посажен тут вот на коре иногда забываю иногда проходя мимо просто в чашечку с водой успеваю его поставить этот кусочек коры и вот эти корешочки попьют это вот смотрите ничего без земли без корки ну я имею ввиду без коры и без горшка вот а то что касается других фаленопсиса в частности других орхидей фаленопсиса в частности у меня всего два и вот они оба собираются у меня цвести вернее как уже зацвели вот это фантом если я правильно помню они у меня в закрытой системе сейчас я их поставил просто в декоративные вот эти самодельные горшочки а так они вот в таких вот там пластиковых горшочках без дренажных отверстий мне так удобнее за ними ухаживать и второй вот и фаленопсис вот такой крепыш был куплен мной по незнанию давно с точкой роста с цветением из точки роста я так понимаю что это сорт такой потому что вот он снова вот таким мощным цветоносом выстрелил прям очень такой толстый я бы сказал ствол и снова из точки роста я думаю что это свойственно этому сорту как сорт называть я не знаю но такой темно-темно-сиреневый хотелось мне как-то еще приобрести орхидей а теперь даже не знаю как вообще все будет выглядеть в современном мире и с долларом и с известными событиями и хочу поделиться видом своей бегонии листады это единственная бегония которую я себе оставила но она заметно подросла вытянулась выросла вытянулась так я имею в хорошем смысле слова цветоносы я у нее обрываю они ничего себе не представляет а рост тормозят думаю наверное придется ее немножечко подрезать вот где-то так наверное снять верхушечки размножим размножим хотя она прекрасно размножается и листочками но медленнее конечно медленнее здесь конечно совсем небольшое количество цветов как-то честно говоря нет настроения особо снимать видео делиться обложили такое ощущение как волковна с красными флажками никуда не выйдешь и не поделишься у меня даже на телефоне почему-то авито даже перестал работать все поисковики заглохли пока еще функционирует youtube и то такое ощущение что нам не очень рады там вот создается такое ощущение хотя я считаю youtube достойнейший из площадок на улице у нас наконец-то проглянуло солнце сквозь тучи ночью был мороз до 20 и напомним и в саратове настроение все равно весенние в голове уже рассада в голове уже реставрация старой мебели если помните я привезла ее заброшенной даче сейчас я вот занимаюсь тем что покрываю лаком два стула надеюсь на днях закончить эту работу и тогда вам покажу если конечно получится симпатично да их еще обидно одной сидушки сделать так что я погорячил со словом на днях но как только доделаю если будет более менее симпатично конечно покажу вам рассчитываю разместить стулья в своей комнате которой я зову свой мой тай рай путаюсь сегодня словах расстроила одно видео в ю тубе цветочников из украины даже комментировать не хочу но казалось бы пора привыкнуть но я никогда не привыкну к этому ну это все мои дорогие прижимаю вас всех к своей пышной груди уважаю вас всех цветочники безмерно некоторых целую слышите цокот эта пуля бежит по лестнице не успела на съемку попасть пока 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 пока